Всем привет! Сегодня у нас тепло, хорошо, 2 октября, тепло прям градусов 22-25 стоит, солнышко вообще припекает. Выпущу видео, которое не планировал выпускать, про генератор тумана, точнее про его двигатель. Он у меня очередной раз сломался, загорел тумблер или вот этот включатель-выключатель, что я его буду менять и хотел немножко вам рассказать про двигатель, порекомендовать, особенно тем, у кого есть такой генератор тумана, какой лучше двигатель ставить после того, как у вас сгорел родной. Я смотрю, этот генератор тумана становится достаточно популярным, да он всегда был популярным. Многие его покупают, Сергей тут на днях купил, мой хороший знакомый. Поэтому сейчас будем его разбирать, будем смотреть, ну разбор его несложный, все, кто знает, те, кто разбирал его, да и меня видел на канале. Это снимаем, это снимаем, бачок снимаем и откручиваем все винты по кругу и всё. Те, кто смотрит мои видео, знают, что я уже переделал, что у меня включатель-выключатель уже не вот этот родной, а переделанный, вот такой вот. Ну, вот видите, он оплавился, хотя тут написано у него, что он на 250 вольт 15 ампер, интересно, что есть даже 10 амперные, эти, наверное, вообще сразу умрут. Вот я такой купил, мне сказали, что вроде как он понадёжнее. Я думаю, что сейчас Саня Важаев прокомментирует это видео, скажет, что лучше ставить. Но, Сань, к тебе сразу обращаюсь. Честно говоря, твои тумблеры, которые ты ставишь, ну, немножко вида мне не нравится. Хотелось бы вот такое покрасивее, хотелось бы, чтобы они загорались при включении. Но вот что-то я не могу найти, ничего мощного. Этот на 16 ампер при 250 вольт. Видите, просто вообще расплавился, это аж выпала одна ножка. Вот, смотрите, что я тут уже сделал у него. Все, в общем, мозги я уже выбросил. У меня просто идут вот такие включатели, всё уже переделано. И вот эта часть у меня тоже сгорела, я не помню, как она по-моему называется. Но я, знаете, убрал её, но хочу обратно вернуть. То есть, не сегодня это, но потом тоже переделывать буду, верну обратно. Я здесь просто завязал банально узелок для того, чтобы не вырвать контакты. Не стал я совсем полностью убраться. Предохранитель тоже, как таково, получается, что нет. В отношении двигателя. Тоже многие из вас посмотрят, знают, что я стал покупать китайские двигатели. Стоят около 1200 рублей. По мощности они, по-моему, где-то 1400 ватт шли. И тут не было их в наличии, я прям расстроился. А были в наличии только мощнее, 1550 ватт. Но самсунговские. И я подумал, помните, как-то я в одном из видео вставил более мощный, там, 1800 или 1000, или 2000, или 2000 ватт, или даже больше, 2200, забыл уже сам. И прям всё расплавилось, все трубки расплавились, всё было кошмарно. И тут был родной двигатель самсунговский. Мощностью 1550 ватт. И стоил он 2000 рублей. Как бы не сказать, что значительно, но всё равно дороже. Я подумал, ну что, рискну, попробую его взять. Сейчас я более крупным планом сниму. Вот, смотрите, вот он, название. Можете себе записать его, списать куда-нибудь. Вот это вообще классный двигатель. Туманить стало намного-намного лучше. Не греется практически. Ну как, физику не обманешь, греется, но прям такого сильного нагрева нету. Намного меньше, чем китайские. Туман, вот такое ощущение, что раза в два мощнее и мельче стал. Это вообще классный двигатель. Вот такой вот покупайте. Спасибо тому человеку, который мне подсказал, что уплотнительную резинку надо ставить не сюда, когда мне после ремонта уже пришёл двигатель, а вот сюда, с этой стороны. Здесь нужна герметичность. Я вот сейчас так и ставлю. Перекрутилось, там один контакт слетел. Вот она, это уплотнительное кольцо, резинка. Как она должна стоять? Ещё очень многие коллеги меня спрашивают, когда они разберут, генератор. Вот эти вот части можно перепутать легко. То есть они туда-сюда, они симметричны полностью. И как их поставить обратно? Смотрите, конечно, не обращайте внимания, что у меня тут уже всё переделано. Суть такова даже, когда он с завода. Вот если мы на него смотрим с его с левой стороны, ну ручка вверху, то вот этот патрубок, вот этот вот, для вас выдерну, он идёт на подачу воздуха. То есть в воздух нагнетается давление внутри, вот этой камеры создаётся давление воздуха, и он по трубке идёт в бак. А оттуда уже идёт жидкость. И вот эта жидкость поступает, она уже идёт непосредственно на форсунку. Берём бачок и смотрим, какой стороны ставить. Вот видите регулировочный вентиль? Он регулирует, конечно же, не воздух, а воду. То есть, соответственно, вот с этой стороны должна идти вода или жидкость, которую он регулирует. То есть кладём его вот так, как он должен быть, и понимаем, что вот с левой стороны, которая ближе к нам, должна идти жидкость. Вот она идёт, жидкость по нижнему шлангу. Верхний воздух, нижний жидкость. Значит, соответственно, левый идёт вот этот, а жидкость идёт через регулировочный краник или вентиль, кому будет удобнее, идёт на нижнюю часть и на форсунку. Вот так вам будет, думаю, понятно и полезно. Когда вы собираете, если у вас не как у меня переделанное, то вот здесь обратите внимание, можно что так её поставить, что наоборот. И вот заводской, который идёт кабель, он идёт не прямой, а он идёт под углом. И вот этот угол, если её наоборот переставить, не так у вас стоит изначально, то можно сделать так, что у вас будет этот сам кабель смотреть вперёд, что, конечно, будет неудобно. Вот на эту тоже часть особенно обратите внимание. Ну и, как скажет любой охотник, идя в бой, проверь оружие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова